Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобрать то, что вы написали. Значит, мы с мужем вместе три года. Три года это, в вашем случае, это может быть и ничего не значит, но вообще три года это такой срок, когда у людей начинаются всякие всевозможные кризисы, проблемы, разочарования. Бывают разочарования в себе, разочарования в других. То есть, на самом деле, это такой очень, скажем так, важный период в жизни пары, потому что, как правило, если они могут пережить его, этот период, то, скорее всего, они способны пережить и дальше они способны идти дальше. Не могу сказать, что у вас имеет место быть вот какой-то такой кризис прямо вот уж непосредственно, да? Не могу сказать. Но определенно могу сказать, что он повлиял. То есть, вот сам кризис, он повлиял на то, что вы, например, на то или как, лучше сказать, вы себя ведете. То есть, кризис повлиял на это, безусловно, вот, как бы это печально не было. Дальше. Если смотреть в общем, то все нормально. А смотреть в общем это как? Это кто вообще смотрит нормально, кто, если не вы, понимаете? То есть, что вот вы сделали этой своей фразой, что вы ей показали, да? Вот. Показали вы то, что вы ориентируетесь в своем мнении, вы ориентируетесь на кого-то еще. То есть, не только вот на себя. Вот мне кажется, что какие-то вещи ненормальные, и я как бы хочу их убрать. Меня не меня не нравится. А вы говорите, что со стороны как бы все нормально. То есть, у вас есть некий такой эталон, некий такой сценарий, в психологии это называется супер эго, который, ну, диктует вам то, что вот нужно, да? То есть, если посмотреть, то все нормально. Что есть нормально? Кто определяет понятие, вот, нормально или нет? Почему вы не доверяете себе, вот, как раз, что это вот вообще самое главное, чтобы вы доверяли именно себе в том, что касается вот этих вот вещей, да, что нормально, а что нет? Понимаете ли вы, что каждый человек, он сам определяет эту самую норму, он сам как бы ее реализует, вот. Понимаете, то есть, вот здесь, конечно, момент такой, несколько, ну, на мой взгляд, несколько подозрительный, да? Вот, опять же, почему так, да, вот почему я обратил на это внимание? Дело в том, что дальше вы пишете, что вы уходили, да, вы уходили от мужчин сразу. То есть, здесь, как бы, вот вы, ориентируясь на общественное мнение, скажем так, ориентируясь на супер-эго, например, вы вместе с этим подавляете в себе то, что вы хотите выйти. И когда вот это вот ущемление от того, чего вы хотите для себя сами достигает какой-то вот критической точки, то вы в этот момент вместо того, чтобы, ну, подумать как раз таки, обратить внимание на то, что же вот другому-то человеку вообще нужно, чего же другой человек вообще-то, говоря, хочет, что его не устраивает и так далее, подумать, потому что мужчина, он, в принципе, ну, сам он может и не сказать то, что его не устраивает, потому что он либо не знает, либо считает, что вы этого ему не дадите, либо ему это просто не нужно. То есть, как бы, он, может быть, вот не воспринимает вас, как, ну, как уж ту женщину, которая может и должна, самое главное, вести себя так, как, вот, например, ведет себя и его партнеру по переписке. Ну, вот это вот нормально, да, это вот очень такой привожный знак. Далее, детей пока нет, строим дом все вместе. Кто все вместе, не очень понятно, наверное, вы строите дом вместе с мужем. Вот, кстати, почему вы строите дом вместе с мужем, тоже не очень понятно, это напряжение, это довольно серьезная ответственность и, ну, не имело ли смысла это отдать на аутсорсинг, например, непонятно. Вот, также важно иметь в виду, чья идея была, дом построить, чему именно дом, может быть, проще было было жить в квартире. Ну, в любом случае, в любом случае, это момент такой, тоже важный. Есть одно большое исключение из всего хорошего. И оно, как это обычно бывает, да, перечеркивает все, что есть хорошего. Он постоянно общается с другими девушками и женщинами, у некоторых есть дети. Постоянно общается с другими девушками и женщинами. Это, вы знаете, довольно интересное утверждение. То есть, он постоянно все время с ними общается. Так следует понимать ваше утверждение или как-то иначе вы хотели сказать? Потому что, простите, пожалуйста, но если он постоянно общается с другими девушками и женщинами, то получается, что вы приняли его такого вот, постоянно общающегося с другими женщинами и девушками. И у меня к вам вопрос такой, а если вы его приняли, что изменилось сейчас? Что вы перестали его, как будто бы, принимать. Если он постоянно общается с ними, значит, он, скорее всего, такой человек. И да, мы сейчас не говорим, плохо ли это или хорошо. Это вот такой. Он постоянно общается, вы его принимали таким, какой он есть. Сейчас вы перестали это делать. Почему? Если он таким был всегда. Если он не был таким всегда, значит, простите. Что-то заставило его таким стать? Вопрос. Что именно? Что именно заставило его таким стать? Почему он стал таким? Почему он начал общаться с другими девочками? С какого момента? В какой период времени? И так далее. Понимаете? То есть, определиться нужно сперва с хронологией, так скажем, данного момента. То есть, это, безусловно, неприятно. Это понятно. Безусловно, неприятно, тяжело, оскорбительно, больно и так далее. Об этом даже не идет речь. Но, и вы поймите, что если он был такой всегда, если он постоянно общался с другими женщинами и девочками, а вы ему сейчас говорите, как бы, ты вообще чего? Ты вообще, как бы, ну, прекращай это делать. Ну, ты, как бы, ну, не имеешь на это права, да? Вот. Естественно, у мужчины будет не очень приятная ощущение. Вот вы его сперва таким приняли, а теперь уже вы ему, как бы, не включаете. То есть, включаются некие такие, знаете, ну, можно сказать, двойные стандарты. Хотя, еще раз повторю, безусловно, это неприятно. Но если постоянно это одно, а если в какого-то момента это совсем другое. И здесь у меня вопрос, опять же, к вам только. Либо вы здесь что-то неправильно сказали, написали и так далее. Либо ваше отношение к нему очень сильно поменялось. То есть, когда-то вы были готовы принять его таким, сейчас вы уже не готовы его таким принять. Ну, общающимся с другими девушками. Но при этом вы пытаетесь его переделать. Вы пытаетесь его поменять. Вот. А если он человек такой, если он не хочет меняться, что тогда? И самое, что интересно, да, я об этом вам говорил, что он постоянно, вот вы говорите, да, он постоянно общается с другими девушками. Драма постоянно. Что значит постоянно, что вы вкладываете в это определение, ну, в эту формулировку постоянно. Вот. И, собственно, ну, вы понимаете, да, смысл того, что я говорил? Здесь вот нужно не спешить, не бороться, а постараться спокойненько совсем разобраться. Потому что много вещей остаются непонятными пока что. Дальше идем. У некоторых есть дети. Ну, то есть, мужчина явно не воспринимает их серьезно. Для него это не серьезное что-то, а так просто. Почувствовать себя мужчиной. Да? Видимо. Мне 24, ему 29. Соответственно, когда вы начали встречаться, вам, наверное, вот именно вам, Екатерина, не было еще, наверное, и 28. А он, соответственно, был уже более старше, более опытен, более зрел. Вот. И, вероятнее всего, он вас воспринимает или воспринимал, или воспринимает как, ну, может быть, ребенком. То есть, не всерьез. Вот. И здесь, опять же, есть такой момент, что если вы, как вы говорите, полностью в нем растворяете, да, то есть, я себя в нем, то это добавляет в мужчине чувство того, что, ну, вас нельзя воспринимать вслез. То есть, чувство того, что с вами он не мужчина, да, которому нужно, там, например, завоевывать, да, там, постоянно, я не знаю, покорять и так далее. А с вами он такой, как бы, родитель, который все получает, вот, вне зависимости от того, будет он что-то делать или не будет. Вот. А мужчина, он по своей природе такое существо, да, что если можно что-то не делать, он не будет этого делать. Вот. Если можно не завоевывать, он не будет завоевывать. Просто, чтобы завоевать, просто ради завоевания он завоевывать не будет. Но при этом не завоевывая, мужчина перестает чувствовать себя мужчиной. Как бы. И все. И это убивает его интерес к женщине, если ее не будет завоевывать. Ну, периодически. Теряется ценность женщины. Понимаете? Такая штука. Тем более вы здесь еще довольно так моложе его. Дальше. Значит, у него был примерно год назад, было увлечение одной девочкой. Но я развернулся уже сам. То есть, в сути дела, им проманипулировали. То есть, не стали разбираться, почему у него было увлечение девушкой, из-за чего оно было. Вообще, что там произошло, что там случилось, почему такая ситуация стала возможной. Возможность. А чего мужчине не хватало с вами. Вот. О самом этом вы не говорили. Но при этом мужчина вас вернул. То есть, вы снимаете с себя ответственность, да. Я говорю о том, что мужчина вас вернул. Что значит вернул? Вы самостоятельный человек же, правильно? Как можно самостоятельного человека вернуть? Он вернул вас, потому что вы этого хотели. Но чего вы хотели? Для себя вы чего хотели? Понимаете? Понимаете? Если вы хотели, чтобы, ну например, мужчина был счастлив, вы этого явно не добились. Потому что мужчина вновь как бы общается с другими девочками и ему, ну я не знаю, хорошо ему или нет, но он общается с ними. То есть, своей цели вы не добились. Если вы, значит, развернулись для себя, то есть, чтобы самой чего-то получить от своего мужчины. Есть момент тоже, на мой взгляд, такой. Довольно важный. А чего вы хотели получить для себя? Что вам нужно было? Вот. В чем вы нуждаетесь? Чего хотите? Вот. Понимаете? Это вот тоже такие довольно важные вещи. Так. Он вернул меня, просил очень, а что просил так очень. Вот. На самом деле перестал общаться. И вы, наверное, думали, что вот он перестал общаться, да, и все, больше общаться не будет. Ну вот, я вам могу задать такой вопрос. Он покажется немножко бабальным. Возможно, он покажется немножко провокационным, но тем не менее. Вы действительно верили в то, что мужчина больше не будет общаться с другими девочками? Вы действительно верили в то, что его желание, его мотив, который изначально, ну, заставлял его это делать, исчез, ушел. Вы действительно верили в то, что мужчина больше не будет ни с кем общаться, при том, что вы, ну, как бы, сами для этого делать ничего не будете. Ну, я имею в виду, не приведете ваши отношения куда-то вот на, ну, на более высокий уровень, например. Вы действительно так думали? С чем связана такая, может быть, правильнее сказать будет, идеализация мужчины, отношений с ним и так далее? С чем связана подобная идеализация? Не могли бы вы как-то пояснить этот момент? Дальше. Дальше. Значит, уже не с ней, а с другими. Он переписывается с тремя девочками. Одно из них очень серьезно пишет. Я хочу к тебе, ты самая красивая. Ты меня влюбляешь в себя. Дома со мной себя ведет хорошо. Вот опять непонятно. Что значит? Дома со мной ведет себя хорошо. Это вообще, что такое дома со мной ведет себя хорошо. Он ребенок, что ли, ваш, что вы его вот так вот говорите, что он с вами ведет себя хорошо. Если честно, как-то это, знаете, непонятно. Вот. Значит, с другой стороны, смотрите, мужчина, он ведь, как я понял, его подобная связь с женщинами, она ведь не заходит куда-то далеко через всю. Да, то есть он вам не изменяет, да, он просто с ними приписывается. Вот. Значит, с одной стороны, почему вас так сильно это задевает? С другой стороны, с другой стороны, ну, вы же сами, наверное, понимаете, что у этого есть причина. Помимо тех, что я назвал, это элементарная неудовлетворенность собой и тем, что он делает. Мужчина, я имею в виду. Вот. И здесь, ну, надо в первую очередь размышлять именно об этом. Чем мужчина неудовлетворен? Как мужчина неудовлетворен? Почему мужчина неудовлетворен? Понимаете? Вот. Вы же, вы же делаете что? Мне говорит, чтобы я даже не придумывал, только я ему нужна, что он меня очень любит. Они придумывали что? Как это укладывается, связывается с тем, что он общается с другими девушками. Вот. А что вы должны придумать? Понимаете, то есть, у вашего мужчины нет какой-то, ну, на мой взгляд, сколько-нибудь четкой позиции по этому вопросу. То есть, что вообще происходит? Если он взаимодействует с другими девочками, что вы должны думать тогда? То есть, вот, как-то непонятно. Непонятно здесь, на мой взгляд. Непонятно. Вот. Как вы реагируете? То есть, вы опять уходите в скандал, в конфликты и так далее? Или вы все-таки действуете иначе и пытаетесь как-то найти причину подобного поведения? Исходя из того, что я прочитал, вы больше склоняетесь именно к тому, чтобы устраивать скандалы. Значит, сначала я устраивал скандалы, то есть, говорили о себе, потом перестали реагировать. То есть, опять же, это внимание, вы внимание заостряете таким образом на себе. Да, то есть, не на нем, а на себе. То есть, скандалы вы ставите, это на себе заостряете внимание, а не на нем. Вот, значит, так. Пристало реагировать. Это то, что вы начали заострять внимание опять на себе. То есть, не на нем, а на себе. В этом мало чего может быть хорошего для отношений, когда люди говорят только о себе. Здесь, мужчину, если вы его любите, нужно стараться понять. Понять, стараться. Не запрещать ему чего-либо. А именно, попытаться его понять, что он хочет, что ему нужно и что ему необходимо. То, что делаете вы, это, к сожалению, никакого эффекта положительного вообще, кроме какого-то негатива не даст. Дальше он как в танке, все продолжает. Вы решили, вы решили, что мужчина вас услышит, вот когда вы с ним общаетесь в таком ключе. В таком ключе, в таком ключе, в таком вы это делаете. Вот, и вы решили, что мужчина к вам, значит, послушается и будет делать, ну вот, то, что вы хотите. Опять же, откуда у вас такая мысль? Почему вы считаете, что это будет именно так? Понимаете, в том дело? Ведь мужчина начал это делать уже какое-то время. И он не бросит это, если ничего не поменять в ваших отношениях с ним. Понимаете? А вы говорите, он как в танке, и все продолжается. Он и будет продолжаться, пока вы ведете себя с ним. Так, как вы себя ведете. Ого. Вы попробуйте понять, какие они, эти женщины, что они из себя представляют. И вы увидите, что мужчине вашему с вами не хватает. Может быть, он действительно вас любит. Я уверен более чем, что, скорее всего, он вас любит. Но ему не хватает чего-то, и он пытается это получить. Опять же, там есть определенные моменты, да. То есть, моменты такого плана. Я думаю, что, если, например, человек ведет себя так всегда, если он вот всегда себя так вел. то вряд ли здесь можно говорить о каких-то там изменениях. Потому что, с чего им появляться? Изменения этих. Вот. Тут вам нужно только, например, там, либо вы его принимаете таким, либо нет. Вот, и все. Дальше. Значит, так. Он очень вспыльчивый. Ага. Человек вспыльчивый. Значит, скорее всего, недостаточно хорошо умеет выращать свои чувства. Это значит, что, если он не умеет хорошо выращать свои чувства, значит, с вами, скорее всего, он недостаточно искренен. И это его недостаточная искренность по отношению к вам, скорее всего, дает такой результат, что он снимает на преднабрежение в общении, значит, с другими женщинами. Вот. Потому что, да, довериться он не будет. У него довольно, довольно, может быть, низкий уровень эмоционального интеллекта. Не будет, пожалуйста, с интеллектом классическим, который отвечает за разум человека. Это немножко разные вещи. Вот. Дальше, бывает, сорвется на меня, если кто-то не ладится, и я и тут стараюсь его понять. Вот интересно получается. То есть, когда он на вас срывается, вы его стараетесь понять. Когда он вам, когда он общается с другими девушками, причем столько общается с ними, да, то есть даже не, ну, даже не изменяет вам там и так далее, вы его не понимаете, а как будто вы уходите, да, то есть поставляете его, ну, не знаю, один на один может быть проблемой, хотя это, наверное, слишком, слишком грубо-грубо будет сказать. Вот такой вопрос. Почему в одном вы его понимаете, а в другом нет? Почему в одних вещах вы стремитесь его понять, а в других нет? С чем это связано? Почему так? И если это так, то на что влияет? На что влияет ваш выбор в его понимании, либо, напротив, в непонимании? Скорее всего, на это влияет ваше собственное желание. То есть вы хотите его понять тогда, когда вам это в большей степени выгодно, то есть вы, возможно, боитесь его потерять, и из-за этого терпится его срывы. Хотя, как раз таки, именно срывы терпеть-то не нужно, не нужно, ибо вы превращаетесь в классическую схему жертва-преследователь или мазохист-садистом. То есть мазохист – это тот, которому нравится, когда его как-то вот рейтингуют и давят, а соответственно садист – это тот, который причиняет боль, потому что по-другому он не может. Но согласитесь, и та, и другая схема мало пригодна для того, чтобы в этой системе еще росли бы и дети. Я уверен, что вы бы этого для твоих детей не хотели, поэтому здесь я рекомендую вам подумать именно на эту тему, именно на тему того, почему вы терпите его какие-то взрывы, и ради чего опять же вы терпите его взрывы, да, то есть зачем? Чего хотите? Чего ожидаете? Чего ожидаете? Ожидаете, что он опять не будет больше, он будет больше. И, к сожалению, нужно сказать, что чем дальше, тем будет больше, то есть более сильными будут его взрывы, особенно если вы ничего не поменяете в своем поведении. И здесь у меня есть такое впечатление, и здесь у меня есть такое, да, пожалуй, правильно будет сказать, такое впечатление, что вы ведете себя немного целенаправленно, как жертва. То есть вы целенаправленно пытаетесь его понять, целенаправленно пытаетесь его принять там, где это, в принципе, не нужно. Вот. И при этом вы вся в нем. Здесь я, пожалуй, задам тот же вопрос, что и мои коллеги. А для себя-то вы сами чего делаете? Делаете ли вы вообще что-то для себя? Для себя, вот, с тобой вы делаете что-то? Потому что как-то, вот знаете, не очень на это походит. А надо, надо. Если вы распоряетесь в другом, то нет ничего удивительного, что другой вас меньше ценит, взрывается, не боится потерять и прочее, прочее, прочее. Вот. Кстати, вопрос, а для чего вы в нем распоряетесь? Что вы хотите через это получить? И вы же понимаете, что если человек распоряется в другом, значит он что, не принимает себя? Вот вопрос, вопрос, что вы не принимаете себе? Вот. Это очень важный вопрос. Потому что без ответа на него вы не сможете поменять свое поведение именно по отношению к этому человеку. Дальше. Так. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь это изменить? А это изменить, это что? Что вы конкретно изменить-то хотите? Я пока, если честно, не понял, что именно вы хотите изменить мужчину? Если он сам не захочет, нет, это невозможно. Своё поведение, своё отношение, да, своё отношение и поведение можно изменить довольно быстро и относительно легко. Но для этого потребуются ваши усилия, на мой взгляд, и усилия серьёзные. Потому что то, как вы себя поставили в отношениях с мужчиной, это очень порочная такая модель поведения. Можно ли изменить, что он будет на вас кричать, например, не будет точно на вас кричать? Нет, я бы сказал, что именно этого изменить как раз таки скорее всего нельзя. Потому что мужчина, он такой вот, он будет, он вспыльчивый и вспыльчивый, в принципе, с ним останется на всю жизнь. Разве что только она может стать меньше, её, как бы, проявлений может стать меньше. Но, опять же, это только в том случае, если человек сам захочет работать, если человек сам захочет как-то вот, ну, делать что-то с собой, самим собой. Хочу сохранить наши отношения для чего? Если фактически они у вас распались уже, ну, вот, на данный момент они у вас распались с тех пор, как мужчина стал общаться с другими женщинами. Так, зачем вы хотите пронять отношения для чего вам это нужно? Для чего вам это нужно? Для того, чтобы пронять отношения? Понимаете? Вам, вот, лично вам это нужно для чего? Чтобы, чтобы что? Для себя положить. А мужчина хочет сохранить отношения? Ну да, он вас возвращает, безусловно. Но, то ли это, чего вы хотите. То ли это, чего вы заслуживаете. То ли это, чего вы достойны. Вот. Ну, я так предлагаю вам подумать на эту тему. Дальше. Когда я задаю вопрос, что во мне не так, почему они появляются, он говорит, что у меня все хорошо и я ему очень рад. Понимаете, что это не ответ. Понимаете, что вы что-то не договариваете здесь. Вы понимаете, что вы упускаете из вида очень важный момент, причем здесь то, что вы ему нравитесь. Вы можете ему сколько угодно нравиться, девочки новые появляются. И у этого есть причины. Так скажите, разговор как бы дальше нужно вести. Что он вам отвечает на то, что вам не нравится, что есть другие девочки. Что он говорит на это, на то, что есть другие девочки. Почему вы не скажете ему это? Меня это оскорбляет, меня это унижает и так далее. Если говорили, а он на это никак не реагирует, да. И как вы говорите, вот, молчит так, значит, человеку просто плевать. И вы ему нужны для того, чтобы реализовать какие-то свои цели, какие-то свои стремления, опять же, желания и так далее. На вас ему лично плевать. Если он его не заботит то, что его любимая женщина страдает. Значит, соответственно, если его это не заботит, то можно ли, нужно ли строить отношения с таким человеком? Знаете? Знаете, какой момент здесь? Дальше идем. Как вести себя? Ну, я полагаю, что здесь я не скажу, чихотно, в сравнении со своими коллегами. Вести себя совершенно точно следует перестать так, как вы себя ведете. То есть следует перестать быть в нем, как вы говорите. Больше думать о себе. Подумать, что вас заставляет в нем растворяться. И, соответственно, если мужчина хочет, допустим, ну, вот, общаться с другими девушками, да, то пускай это его право. Вы ему этого запретить не можете, но и, как бы, взаимодействовать с ним, так как вы взаимодействовали, например, до этого, тоже не нужно. Еще раз повторю, у мужчины должен быть мотив, чтобы что-либо менять в своем поведении, чтобы что-либо менять в своем отношении. Если этого мотива нет, то человек никогда ничего в своей жизни не поменяет. И тут уже от вас зависит, хотите ли вы, чтобы были изменения или нет. А если хотите, то мое отношение к нему вы измените. То есть он, заметили, что он повзаимодействовал с какой-то девушкой, заметили, что он с ней переписывался. Кстати, откуда вы знаете его переписку? Тоже большой вопрос. Может быть, вы стыдите за ним, и тогда у вас там вообще никакого доверия уже нет. Тем более непонятно, какие отношения вы хотите сохранить, если у вас никакого доверия друг к другу нет. Вот. Увидели его переписку, заметили, что он с кем-то общается. То перестаньте быть себя в нем. Понимайте своими делами. Понимайте своими какими-то проблемами. Вот. Дайте ему показать, дайте ему почувствовать, что вы не принимаете такого его поведения. Дайте ему почувствовать, что вы не будете терпеть на эмоциональном уровне подобное отношение к вам, потому что ожидаете его оскорбительным. И здесь вы полностью в своем праве находитесь. По-другому, если, опять же повторю, ничего не делает, то ничего и не изменит. Как бы мужчине... Какой резон менять? Вот. А... Дальше. Так. Я вся в нем, постоянно для него все стараюсь, а это никак не помогает. А вы стараетесь для него или для себя это все делать? Как бы... Если для него, то... Если это ваш выбор, и это вы делаете все для него, то требовать от него какого-то эффекта... Мягко говоря, странно. Вы сами вызвались для него все делать. Вас, я уверен, никто не заставлял. И, соответственно, если вы продолжаете это делать, значит, вам это нравится. Если вам нравится, значит, это ваш выбор. И никто не может, не должен, значит, вам за это что подавать. И вы сами за это что-то получать так же не должны. То есть вы это делаете изначально, вы это делаете для него, потому что вам так хочется. Вот. Если бы мужчина вас просил об этом, это да, это другой момент. Тут как бы уже ситуация немножко другая, допустим, будет. А так? О каком эффекте идет речь? Понимаете? О каком эффекте идет речь? Я не думаю, что это такая правильная позиция, как бы за помощь свою ожидать от человека там, ну, я не знаю, какого-то поведения, какой-то реакции, каких-то поступков, может быть, и так далее. Правда, вы же понимаете, я надеюсь, что это неправильно. Получается, возникает вопрос, насколько вы его любите и для чего хотите семью хранить. Понимаете? Более так. Более вопрос. Таким образом. Так что я рекомендую вам обо всем этом подумать. Ну а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.